Парадийный проект «Один в один» всколыхнул весь российский шоу-бизнес. Теперь достаточно Алексея Чумакова и двух гримеров, чтобы записать концерт «Песня года». Мы пригласили двух членов жюри этого проекта, потому что если бы пришел один, можно было бы подумать, что это загримированный Алексей Чумаков. Встречайте, члены жюри проекта «Один в один» Геннадий Хазанов и Александр Ревов. Александр Геннадий Викторович, давайте сразу договоримся, мы на «вы» или на «ты» будем? Я бы предложил «на ты». Я не могу вас на «ты» называть, Геннадий Викторович. Вы мой куньер. А я имел в виду Сашу. А, хорошо. Да, все, понял. Саша на «ты», а с Геннадьем Викторовичем на «вы». Нет, я к нему на «ты», а он к тебе на «вы». А мне на «вы». Такая цепочка. Хорошо. Геннадий Викторович, шоу-бизнесу мнение певцам и певицам, оно такое вообще и у зрителей, и у всех как бы пренебрежительное, но правда, когда праздник какой-то, то сразу кому звонят? Клоунам. Не изменилось ли ваше мнение к звездам нашего шоу-бизнеса, которые себя раскрыли вот с такой другой стороны? Изменилось. Я должен сказать, что мой мерзкий характер человека, оставившего молодость позади, зачастую приводил меня к таким грустным мыслям, что совсем выжженное поле, что никого нету. И вот я пришел в жюри. И пришел я на первую программу с точным ощущением, что после первой программы я под каким-нибудь предлогом... Ну, в общем, короче говоря, я сел, а теперь я понимаю, меня оттуда просто не выгонишь. Саш, тебя не звали участником в один-в-один? Звали, звали участником, и по секрету... Не дозвались. Не дозвались, да. Дело в том, что все равно это нужно отдаваться полностью. А ты не любишь полностью отдаваться? Я полностью отдавался бы, если было бы время бы, если бы. Но его не было, а с удовольствием раз в неделю прийти пожурить, я просто получаю... Хорошо, а если бы все-таки заманили, ты бы какой образ попросил или такой первый выход твой был бы в образе кого? Ух ты, хороший вопрос. Очень? Да? Да. Хороший вопрос. Ну, не знаю. Я хотел, Саша, тебе его задать, но постеснялся. Ну, может быть, Пугачева, не знаю, Леонтьев. Ну, ну, как-то... Не, на самом деле я отказался, потому что я бы не смог ничего сделать. Ну, может быть, один-два образа, там, благодаря гримерам, постановщикам. Хорошо. Давайте посмотрим пародию, а потом поболтаем еще немножко. Давайте, ну, давайте. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Один в один». Впервые на мировом телевидении звезды перевоплощаются в других звезд, да так что не узнать. В смысле не отличить. Почему проект удался? Да потому что мы позвали самых известных певцов. Эм, псссс. Ну, зачем ты так сразу? Самых известных. А то подумают, что мы позвали, а они не пришли. Просто позвали певцов. Да, и, конечно же, наши полные сюрпризы в декорации. Ну что, Сергей, расскажите, тяжело ли вам было нащупать этот образ? Ну, что греха таить, многих пришлось перещупать Ну что ж, а я приглашаю вас в наш волшебный лифт Благодарю вас, спасибо Прощайте, Сергей Пенкин Здравствуйте, Лев Лещенко Ну что ж, Сергей, а я еще раз приглашаю вас в наш волшебный лифт Я не пойду Да? Да Ну хорошо, тогда можете пройти по волшебному коридору Там будет третья дверь налево За ней будет волшебная лестница По ней спускаетесь на свою волшебную парковку Там ваша припаркованная волшебная машина Вот садитесь в нее и можете... Тогда я на лифте лучше Прощайте, Сергей Пенкин И здравствуйте, Лев Лещенко Анита, у меня к вам вопрос О, пардон, не тот этаж Спешу представить вам наше авторитетнейшее жюри Народный артист России Звезда эстрады Человек-легенда И Геннадий Хазанов Правильно будет назвать по именам всех наших судей А не только Геннадия Но самое прекрасное на этом проекте Не считая моего платья Это наше замечательное жюри Они не только владеют секретом мастерства Но и берут трубку В смысле берут трубку? Ну вот Куклачев не взял трубку И где он теперь? Что-то я не вижу его в жюри Жюри работаем Спасибо, снят Я сразу же спросил, кто еще будет в жюри Мне сказали, что будут Казарновская, Артемьева, Хазанов И точно будет Рева Поэтому я согласился Дал согласие Дал свое согласие на На этом Я согласился А мне просто повестка пришла от первого канала Ну я человек солидный Востребованный Поэтому мой первый вопрос был Сколько? Мне сказали, пол седьмого Я ответил, отлично Успевай Многие считают, что я в жюри Так подробно комментирую выступления участников Потому что мне нравится звук собственного голоса Но это же нансенс и рука Вообще работа жюри это тяжелый, изнурительный труд Изнурительный, изнуряющий труд Великолепное выступление Просто детектив Фантастика Просто фантастика Абсолютно скользящий Блестящий Блестящий Бурлеск Виба Хунтов Гласность Ребята, что-то я подустала Давайте сделаем перерыв Работа над этим проектом Складывалось очень непросто Не у всех участников Получалось перевоплотиться В то, что было задумано Сереженька Пенкин Сергей Михайлович Конечно, образ получился яркий Спасибо Но вы понимаете, что Лев Лещенко вообще-то певец Почему в таком наряде? Ну как же, он же лев Ну а почему хвост рыбий? Так лещ Лев Лещенко Ла-ра-ру-ли-лу-ло Ну и поскольку у нас Не шоу пародии А шоу перевоплощений Все наши участники Являются не пародистами А перевоплощенцами И в этом им помогали Наши замечательные гримеры Скажите, пожалуйста А что это такое? Ампула с перевоплонтантом Лонтантом. Вытяжка из лепса. А это не опасно? Конечно, опасно. Это же лепса. Как шуток! Я уеду жить в Лондон! А сейчас наши участники выберут свои следующие образы. Выбирайте, Сергей, нажимайте кнопку. Ну а что здесь выбирать-то тут? Одни аллегровы. И пусть все решит случай. Да какой случай? Здесь натурально одни аллегровы. И Сергей, наверное, очень хочет в наш волшебный лифт. И вам достается Ирина Аллегрова. Угнала тебя я, угнала. Этот проект мы могли назвать по-разному. И тетелька в тетельку, и лопни мои глаза, и господи, до чего похожи. И господи, а Ева Польна-то здесь что забыла? И господи, что реально три часа идет? Но мы остановились на... Короче, мы вовремя остановились. И надеемся, что вам понравится наше шоу. А кому оно не понравится, добро пожаловать в наш волшебный лифт! Обычно себя не узнают в пароде, а подмечают то, что, ну, как со стороны, всегда же оно виднее. Ваше критическое осуждение, Геннадий. Мне, во-первых, очень понравился, я сразу хочу сказать, что это программа, которая идет уже не первый год. И я знаю, как трудно держаться на определенном уровне. И большая разница за эти годы сделала не один десяток очень удачных пародийных сюжетов. Очень. Мне показалось это очень остроумно, точно. Что касается, значит, вот конкретно своего изображения. Мне кажется, очень удачно. Единственное, что я хотел бы рассказать по этому поводу. Там, значит, насколько я понимаю, шел разговор о том, сколько, да, там намекая, видимо, на финансовую сторону. В сторону, значит, нашего контракта. Я по этому поводу хочу рассказать одну историю. Это было много-много лет назад. Но тогда по телефону нельзя было сказать, что предлагаются деньги за выступление. Это было в далекие советские времена. И вот одной замечательной артистке, я говорю сейчас о Валентине Толкуновой. Однажды Толкуновой позвонили по телефону с предложением поехать на концерт. И Валя не могла спросить, сколько заплатят. Она сказала, а сколько километров до концерта? Мне сказали, это концерт за 150 километров. И Валя сказала, я так близко не езжу. Так что, когда речь зашла о половине седьмого, ну, я просто был счастлив. Саш, тебя вознес на очередную ступень славы образ метросексуала Артура Пирожкова. И роботы, кстати, роботы здесь показали ваши... Да, было. Но сейчас торжествует, воинственно торжествует Артур Пирожков. Почему так? Ну, я не знаю. Ну, может быть, тут в данном контексте идет высмеивание какого-то эгоцентризма. Такого собственного... Ну, просто... То есть таких сейчас много, это тенденция. Это тенденция, которая как раз очень веселит народ, когда человек... Ух ты! Вот, видите-то. Сейчас начинает просыпаться пирожков во мне немножко. Кристина. Здравствуйте. Спасибо. Это... Кристина моя помощница. Я забыл, о чем вы меня спрашивали. Это нерастворимо? Нет. Я не пью растворимо. А вы? Нет? Александр. Мне все равно, какой кофе. Я хочу понять, куда она ушла. Я. И в том, что Геннадий Викторович Александр, я надеюсь, вы это помните, делал в своем творчестве, у него в репертуаре были пародии на Авдотью Никитичну и Веронику Маврикевну. На таких вот милых старушек. А бабушка это один из образов, на которые делает пародии Саша. Какая кармическая связь между, казалось бы, такими разными людьми. А если предположить, что, ну, вдруг бы встретились две бабушки, одна из ваших и бабушка Александра, и да, обсудили бы что-нибудь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ааа! Ааа! Ха-ха-ха! Ты... Ты чё такая странная? СМЕХ Я... Эх, ты странная, а умная! А ты не странная, а дура! Зато я не пьяная, как ты! СМЕХ Ой, спасибо вам! СМЕХ Друзья, это для нас была большая честь видеть здесь Геннадия Викторовича, которого не так просто сюда пригласить. И видеть Александра Реву, который занят, популярен, рвут на части, как и Геннадия Викторовича. Поэтому давайте поаплодируем, спасибо им огромное! Два мастера! Два мастера! Бля-ля-ля, б-б-б, большая разница, ты, б-б-б, большая разница, ты, б-б-б.